Азизбек Абдиев – командир комендантской роты. Его задача на дежурстве – вовремя подготовить и доставить инженерное и полевое снаряжение в воинской части. Свою работу он старается выполнять на отлично. И очень рад, что его зарплата выросла. В отличие от других профессий, у военных нет возможности подрабатывать. 24 часа в сутки мы заняты именно своей основной работой. И то, что нам повысили зарплату, очень сильно облегчило жизнь. С августа прошлого года оклады военнослужащих выросли у офицеров на 50%, у сержантов на 30%. В среднем с 5 тысяч до 35 тысяч сомов. В последний раз зарплаты военным повышали еще в 2011 году. Не только зарплата повышается, но также государство обновляет военную технику. Также военных обеспечивают жильем, что очень важно. В 2021 году на укрепление обороноспособности страны выделено более 7 миллиардов сомов. Эти средства идут на оказание социальной и материальной поддержки военнослужащим, повышение заработной платы, а также приобретение военной техники. Впервые в истории независимого Кыргызстана она была куплена за счет бюджета. Кроме того, в рамках обеспечения жильем военнослужащих было предоставлено 216 квартир военнослужащим Минобороны и погранслужбы ВАШЭ. Среди них Салморбек Кенешев, прослуживший в погранвойсках 27 лет. Вместе с женой и семирыми детьми они переезжали с квартиры на квартиру, но теперь у них есть свое жилье, которое предоставило государство. До этого я работал во всех семи областях страны. Мы кочевали с квартиры на квартиру. Я очень рад, что у нас наконец-то появилось свое собственное жилье. Очень благодарен за это. Сегодня также реализуется и ипотечный проект для военнослужащих, которые могут получить ипотечный кредит на 20 лет по более низкой процентной ставке. 9 тысяч в месяц от суммы выплачивает Минобороны. Остальное – военнослужащие.